В Мариуполе у боевика ДНР дома нашли взрывчатку. Подозреваемого задержать не удалось, а по данным правоохранителя он сейчас находится на оккупированной территории. Как сообщают сотрудники милиции, парень с 2014 года принимал активное участие в митингах, а затем присоединился к боевикам ДНР. Его объявили в розыск. Он подозревается в создании незаконных военизированных формирований и может получить 15 лет тюрьмы. В квартире подозреваемого правоохранители нашли взрывчатку. Родственники подозреваемого во время проведения обыска рассказали, что о наличии в доме взрывчатки не знали, ведь комната, где обнаружили опасную находку, полностью принадлежит 25-летнему разыскиваемому. Правоохранители всё чаще натыкаются на подобные находки, ведь от начала военных действий на Востоке по стране стало активно распространяться оружие из зоны антитеррористической операции. Чаще с собой его вывозят военнослужащие. Подобный тайник также обнаружили у мужчины в Ивано-Франковске. В его доме нашли сотни патронов различного калибра и около десятка боевых гранат. За хранение оружия франковцу дали 4 года, хотя условно. Одно дело, когда силовики находят подобные тайники заблаговременно. Впрочем, бывают случаи, когда законное вооружение применяется. В частности, за первые полугодия этого года правоохранители насчитали более 3000 случаев, связанных с незаконным обращением с огнестрельным оружием. Большинство из них произошло в Киеве, Донецкой и Луганской областях. Напомним, что Уголовный кодекс Украины предусматривает от 3 до 7 лет заключения тем, кто попытается вывести из зоны АТО оружие. Однако, если человек добровольно принесёт его в милицию, то избежит наказания.